Передо мной стоит задача сделать соционику простой и ясной, чтобы ею могло пользоваться большое количество людей. Для этого я провел аналогию социотипов со стихиями природы и разработал несколько крутых таблиц. В этом выпуске я познакомлю их с вами и расскажу, как ими пользоваться. Стихии гораздо лучше воспринимаются большинством людей, в отличие от функций и дихотомий. Ну, к примеру, спросите у человека, который не знаком с соционикой, какие ассоциации вызывают у него словосочетание «человек с волевой сенсорикой» в первой функции и какие ассоциации вызывают у него словосочетание «человек огненной природы». Очевидно, во втором случае таких ассоциаций будет больше. Также ценности четырех квадр, соционические клубы, либо отношения между шестнадцатью социотипами гораздо проще изображаются через стихии природы. Ну, чего уж там. Поехали. Итак, на первом изображении показаны сами стихии, либо же четыре квадры. Прошу заметить, что стрелки показывают горизонтальные взаимозависимые связи между элементами. Это значит, что в квадрах отсутствует вертикальная иерархия. Среди социотипов нет главных и подчиненных, руководителей не важнее, чем подчиненные и наоборот. Эта картинка символизирует взаимосвязь людей четырех стихий и то, как нас объединяют различия. Об отношениях людей четырех стихий я уже довольно подробно рассказал в своем видео «Основа соционика стихий». Ссылку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Идем далее. По центру изображен элемент эфира. Из теории пяти первоэлементов известно, что он является первопричиной появления остальных четырех стихий и является собой пространство, где разворачивается деятельность воздуха, огня, воды и земли. Поэтому элемент эфира размещен по центру таблицы и символизирует нашу общность и единство. Итак, воздух – это первая квадра. Ее самоценность – это информация, либо же знание. Я объединил эту квадру значком ветра. Он размещен по центру, тогда как четыре других стихий по углам квадрата. Таким образом, у всех представителей первой квадры в психике будет присутствовать воздух, как первый элемент в этеротипе. Он определяет квадру. Второй элемент укажет на конкретный социотип. Ну, к примеру, воздух-воздух – это Робеспьер, воздух-огонь – Гюго, воздух-вода – Дон Кихот и воздух-земля – это Дюма. Точно так же в других квадрах. Огонь объединяет в себе представителей всей второй квадры. Огонь-воздух – это Есенин, огонь-огонь – Жуков, огонь-вода – Гамлет и огонь-земля – Максим Горький. Огонь – это у нас вторая квадра и самоценностью здесь является трансформация, либо перемена. Элемент воды – это третья квадра. Здесь самоценностью выступают ресурсы и возможности. Тут у нас такие представители. Вода-воздух – это Бальзак, вода-огонь – Наполеон, вода-вода – Джек Лондон и вода-земля – это Драйзер. Земля – это четвертая квадра и тут самоценностью выступают созидание и производство, то есть труд и творчество. Представители. Земля-воздух – Достоевский, земля-огонь – Штирлиц, земля-вода – Гексли и земля-земля – ГБ. А теперь мы разберем с вами одну из самых основных таблиц соционики стихий. На ней показано сразу четыре квадры и, что удобно, справа есть легенда с обозначениями. Стихии в кругах обозначают квадру. Стихии в квадрате определяют сами социотипы. Все как на прошлых таблицах. Сначала про обозначения. Мы видим, что рационалы размещены на более темной половине квадрата. Вот, присмотритесь. Иррационалы – на более светлой половине. Сравните, скажем, Робоспьера с Гюго и Дон Кихота с Дюмой. Иррационалы будут у нас светлее. Логики. Они помечены цельными кружками, а этики отмечены бубликами. Например, возле Идеалиста Есенина – бублик, а возле Маршала Жукова у нас кружок. Сенсоры. У них полосатая рамочка вокруг стихии. У интуитов такая рамочка цельная. Обратите внимание, скажем, на Наполеона и Бальзака. Экстраверты отмечены стрелочками на рамке. И у них они смотрят вовне, от стихии наружу. У интровертов стрелочки направлены внутрь на стихию. Теперь поговорим про отношения между квадрами и представителями разных стихий. Две квадры, размещенные по горизонтали, имеют весьма дружеские отношения. Это воздух-огонь и земля-вода. Конфликтными считаются отношения квадр, размещенных по диагонали. Это воздух-вода и огонь-земля. Квадры, размещенные вертикально по отношению друг к другу, имеют нейтральные отношения в соционике. Это воздух-земля и огонь-вода. Хочу обратить ваше внимание, между дружескими квадрами большая плоскость соприкосновения. А между конфликтными всего один пиксель. Например, квадры огня и квадры земли почти что не соприкасаются. В жизни этих социотипов все примерно так же. Им незачем тесно сотрудничать, потому что их ценности слишком различаются. Также я попрошу вас привыкнуть к тому, что я называю соционические квадры семьями, а соционические клубы коллективами. Сейчас я расскажу об этом немножко подробнее. Сочетание семьи, то есть квадры и коллектива, то есть соционического клуба, вместе образует этеротип. Этеротип – это сочетание двух стихий в социотипе. Название происходит от «этеро», это эфир на языке эсперанто. Вот так, собственно, выглядит социотип в соционике стихий. Здесь, на примере, этеротип Бальзака – вода, воздух. Первая по счету стихия определяет семью, то есть квадру и мотив социотипа. Это значит, что человеку, у которого, скажем, первая стихия будет вода, соответственно, ему будет интересно общаться с людьми своей стихии. Все, у кого первый значок будет вода, это его люди, его родная квадра. Вторая по счету стихия определяет коллектив и форму деятельности социотипа. Это значит, что если у человека вторая стихия, скажем, воздух, он будет содержать в себе все качества и характеристики интроверта-интуита. Это человек спокойный, дальновидный, рассудительный, эрудированный, нерешительный. Таких типов всего четыре в соционике. Это воздух-воздух, он же Робеспьер, огонь-воздух-есенин, вода-воздух-бальзак и земля-воздух-достоевский. Все эти социотипы схожи между собой своими реакциями, поведением, стилем работы, но квадра, мотив и интересы у них будут абсолютно разные. Теперь расскажу вам подробнее о связи стихий и дихотомий. Сенсорная – это земля и огонь, интуитивная – это вода и воздух, интровертная – земля и воздух, а экстравертная – это огонь и вода. Запомните, рациональных и иррациональных стихий нет. Хочу также сделать маленькую заметку по дихотомиям. Дихотомия формирует социотип и его поведение. Сенсорика и интуиция – это способ восприятия и узнавания информации. Этика и логика – это способ интерпретации и оформления информации. Интроверсия и экстраверсия – это уже способ взаимодействия с информацией. И рациональность и иррациональность – это способ применения информации. Теперь возвращаемся к 16 социотипам. Умножив 4 семьи на 4 коллектива, мы получаем 16 этеротипов или же социотипов. Вот полная таблица, с которой, кстати, очень удобно работать. Многие люди мне уже, кстати, в этом признавались. Как видите, все квадры здесь расположены по вертикали, а коллективы – по горизонтали. Итак, рационалы отмечены тремя прямыми линиями, иррационалы – тремя волнистыми, логики – по старому цельным кружочкам, а этики – отмечены бубликами. Сенсоры обозначены скоплением точек, ну, будто ребристая поверхность. Интуиты обозначены лампочками, ну, как символ идеи. Экстраверты у нас отмечены стрелками, которые смотрят наружу, а интроверты – у них стрелки направлены внутрь, на саму стихию. Теперь все 16 социотипов довольно просто воспринимаются и удерживаются в голове целиком. К примеру, вот у нас первая квадра, вот вторая, третья, четвертая квадра. Теперь, вот все люди, у которых воздух стоит вторым знаком – это все интуиты-интроверты. Вот все сенсоры-экстраверты, вот все интуиты-экстраверты и сенсоры-интроверты. Вот все интроверты, а вот экстраверты. Так показаны сразу все интуиты, а так все сенсоры. Вот вам этики, вот вам логики, рационалы, иррационалы, и даже соционические родители, дети, то есть инфантилы, агрессоры и жертвы. Пока что на этом все. Во втором выпуске, который будет похож на этот, я познакомлю вас с другими своими таблицами, которые изображают функции, дихотомии, а также заказные и ревизные отношения на этих таблицах, ну и другие приятные соционические полезности. Для тех, кто хочет рассмотреть эти таблицы подробнее в удобном виде, я приглашаю вас на свой сайт. Они там показаны вместе с полезными статьями, ссылочку я оставлю под этим видео. Ну а кто хочет максимального погружения, пользы и продуктивности, можете купить мою брошюру «Соционика стихий». Здесь на 68 страницах очень много инфографики, тут изложены все азы и основы «Соционики стихий», и тут же есть описание 16 социотипов по стихии. Пока что я предлагаю вам только электронную версию такой брошюры, потому что на основе ее планируется выход полноценной бумажной книги, и просто не хочется дублировать книгу выходом брошюр. Но здесь уже есть самый сок, все хорошо оформлено, есть все самые главные разделы, поэтому рекомендую это «Весточ». Ссылку на PDF брошюру я оставляю под этим видео на YouTube. До новых встреч!